Здравствуйте, в эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Торги на российском рынке акций закрылись уверенным ростом. Рост кредитования замедляется. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. Россия опережает мировые страны по темпам роста карточного мошенничества. Провинциальным банкам не дают развиваться низкая капитализация и нехватка длинных денег. А теперь подробнее об этих и других темах. Неделя на рынке акций завершилась в хорошем плюсе. По итогам торгов индекс РТС поднялся до отметки 1347,09 пункта. Индекс ММВБ вырос до уровня 1398,22 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру и покредит.ру. Снижение темпов роста кредитования в российской банковской системе обсуждалось в ходе состоявшейся онлайн-конференции банкир.ру. Торможение темпов кредитования неизбежно, ибо корпоративный сектор не видит перспектив роста в ближайшее время. Частный же сектор ограничен высокой степенью закредитованности. Об этом заявил управляющий директор группы компаний Алор Сергей Хестанов. С этим мнением согласна заместитель председателя правления Инвесторгбанка Светлана Крошкина. По ее оценке темпы кредитования жестко связаны с темпами роста российской экономики, которые в текущий момент переживают не лучшие времена. Банки в борьбе за клиенты стремятся конкурировать между собой по ставкам, но их предложения все менее востребованы бизнесом. Соответственно, банки стоят перед нелегким выбором, либо постепенно снижать ставки, теряя собственную маржу, либо уменьшать аппетиты по росту портфеля и поддерживать его доходность. Полностью материалы онлайн-конференции «Банковский рынок. Итоги сезона» опубликованы на портале банкир.ру. Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами компания Макси Форекс. Сегодня мы вновь представляем вам наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. По перспективам ценовой динамики евро-доллара. Поведение евро-доллара после выступления Бена Бернанке могло дать некоторым инвесторам ложные надежды на разворот нисходящего тренда по евро вверх. Однако резкий и быстрый откат пары от достигнутого ею максимума уже на следующий день после ралли, в ходе которого рынок отыграл почти половину роста валюты, показал, что движение имело под собой весьма сомнительные основания. Бернанке в своем выступлении не сказал ничего нового, а его слова, послужившие драйвером роста единой валюты, о том, что экономика США в обозримом будущем нуждается в сверхмягкой политике, повторялись им многократно и не вызывали подобной реакции. Очевидно, что большая часть роста валюты была достигнута от срабатывания стоп-лоссов в результате так называемой охоты за стопами. К такому же выводу приводит и анализ последнего отчета по товарным фьючерсам, который указывает на растущие объемы продаж по евро и, как следствие, на продолжение нисходящего тренда. Тем не менее, кратковременный подъем пары в течение нескольких дней вполне возможен. Евро-доллар формирует сейчас восходящую коррекцию к предыдущему снижению, которая в результате ралли единой валюты в своей первой волне может откатиться теперь на большую глубину. Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем снижение пары к нижней границе коррекционного треугольника в ценовую зону 1,30-1,29-80, а затем возобновление восходящей динамики пары к следующим целевым уровням 1,30-54, 1,31-1,31-34, 1,31-70, 1,32-1,32-42 и, возможно, 1,32-83. В зоне последних ценовых уровней ожидаем завершение восходящей коррекции, разворот и возобновление снижения пары в направлении предыдущего локального минимума 1,27-56 и ниже. О карточном мошенничестве пишет в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру, управляющий директор Optima InfoSecurity, внимание, Никитович. Он приводит данные Euromonitor International, согласно которым на Россию приходится 6% от мировых потерь от мошеннических операций с банковскими картами. За год динамика таких операций составила 35%, прирост ущерба 91 млн евро. Согласно экспертной оценке, российская банковская система хуже банковских систем стран Европы защищена от атак злоумышленников. Проблема отечественной банковской сферы, отмечает эксперт, заключается в использовании не самых передовых решений в области защиты от онлайн-мошенничества. В медленной адаптации этих решений для российского рынка, в недостаточной заинтересованности банков во внедрении самых современных мер защиты. Последнее вызвано тем, что ответственность банков за похищенные средства пока еще нельзя назвать полной. И только после принятия соответствующих законодательных мер можно будет ожидать качественных изменений. Пока что эти изменения количественные. Конец цитаты. Полностью колонку внимания Никитовича читайте в клубе экспертов на портале банкир.ру. О специфике регионального банкинга в интервью банкир.ру рассказал начальник главного управления Банка России по Ростовской области Виктор Баско. Он сообщил, что на сегодняшний день значительная доля активов более 80% регионального банковского сектора принадлежит филиалам иногородних банков. Средние и мелкие региональные банки, отметил представитель регулятора, на региональном финансовом рынке также находят своего клиента, отличаясь близостью к региональному потребителю и выраженной ориентацией на потребности региональной экономики. Вместе с тем, недостаточность долгосрочных ресурсов и низкий уровень капитализации снижает их конкурентоспособность с подразделениями крупных иногородних банков. К изменению ситуации усилению позиций на рынке может привести активное наращивание капитала, возможно, путем консолидации, объединения банковского бизнеса, улучшения условий кредитования, расширения имеющихся направлений деятельности, внедрения и развития новых видов предоставляемых услуг. Конец цитаты. Полностью интервью с Виктором Баско читайте на порталах банкир.ру и по кредит.ру 123кредит.ру. 15 августа состоится совместная онлайн-конференция агентства банкир.ру, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, Института финансового планирования, журнала «Банки и деловой мир» портала 123кредит.ру. Онлайн-конференция будет посвящена персональному финансовому планированию. В ней примут участие директор Института финансового планирования Евгения Блисковка, финансовый консультант группы компании «Личный капитал» Валерия Сверидова, генеральный директор компании 123кредит.ру Яков Лившиц, президент Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, директор Института краткосрочных программ финансового университета при правительстве России Диана Маштакеева и другие эксперты. Задать свои вопросы участникам онлайн-конференции «Персональное финансовое планирование в России. Вопросы и перспективы» вы можете на портале банкир.ру. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру и покредит.ру. Сюжеты Банкир.ТВ вы можете увидеть также на сайтах береки.ру, 123сервис.ру, финарти.ру и на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компании «Кредитный» и «Финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем вам успешной финансовой недели. Субтитры создавал DimaTorzok